ну вот еще пару часов назад тут была кухня теперь ничего нет масштабы вот эти все что было до этого кажется цветочкой ну вот мы видим с вами следующий этап уже закрепили оборудование здесь такие грибочки вентиляционные которые будут выходить над поверхности закончены и очень вовремя полил сильный сильный дождь затопила печь вот только разгорается я с утра замариновала шашлык я же не знала что будет такой дурно начать с куста гортензия значит для того чтобы гортензии воспринимали хорошо удобрения им нужно обязательно подкислять многие переживали за эти сливы большое спасибо что вы мне написали ваши советы и вот следуя советам моих зрителей я делаю тяжелый день и он еще не закончился не может кто-то из вас то что я сумасшедшим давай помощник выходит на сцену начинает пилить в результате обработки посмотрите какой организовался у нас симпатичный ты бедняжка да ты страдаешь тут тебя к дереву привязали людей много до сатуша да это же хорошая собачка до хорошую хорошее поруче вот такой вот такой песик вот такой вот добрый день мои дорогие подписчики и гости канал с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей ну что я могу сказать продолжается квест по благоустройству нашего участка в предыдущих сериях этого процесса вы видели как нам ну сначала вы видели как мы переехали на пмж на дачу это понятно потом вы наблюдали как нам пробурили скважину все очень переживали писали в комментариях что по несколько раз пересматривали этот выпуск потому что он был как детектив ну так вот в следующем выпуске нам прорыли перерыли весь участок и брыли кессон под скважину да брыли септик вот и в общем процесс идет я тогда даже уже остановилась потому что больше уже не могла снимать и на самом деле да говорят что ну когда я переезжала мне казалось что он переезд это как ну вообще как пожар да я еще вам говорила что хуже пожара ничего нету он переезд это что-то такое вдохновляющее ведущие куда-то вперед вот но на самом деле все познается в сравнении если еще три дня назад мне казалось что я вся в коробках какую за что с этим делать я делилась с вами этой своей печалью то сейчас у меня весь дом сейчас увидите весь дом в каких-то людях каких-то проводах мало тоже там были коробки теперь там каши из проводов людей изоляторов и всего остального участок у меня весь перекоп он просто мрак и сейчас уже момент переезда я вспоминаю как очень спокойный процесс в своей жизни потому что когда я представлю как раскидывать эту землю как восстанавливать участка как все остальное но если подумать о том что ближайшее время у меня будет своя вода в доме у меня будет унитаз у меня будет душ у меня будет тепло и уютно то все остальное меркнет все трудности пройдут и мы преодолеем вот ну пойдемте на участок покажу вам что там творится пока в доме наступают не улучшения а я бы сказал разрушение поскольку проводят электричество везде такой вот совершеннейший разов разор и завал какой-то ужас сейчас покажу вам в окно что творится внизу вот отсюда очень хорошо видно скважину которую мы сверлили предыдущем выпуске бурили точнее и сейчас в нее уже погружен кессон сделана траншея на метр двадцать это ниже глубины замерзания почвы и для того чтобы вода в доме было зимней и и с другой стороны закопали уже септик по всему дому люди провода и конечно в общем я стараюсь найти этой серии как это с карли то хара об этом я подумаю завтра потому что если я буду думать об этом сегодня вот так вот сейчас выглядит наш участок здесь у нас уже зарыт септик он состоит из двух секций вот таких вот это цветы которые еще хоть как-то держатся здесь у нас сделано оборудование кессон гидроаккумулятор и насос для скважины вот их уже закапывают здесь идет траншея в дом вот подводка и вторая траншея проходит вот отсюда соответственно внизу под опалубкой дома и вот здесь вот она видите заходит в дом вот там внутри здесь у нас такой вот под террасой курятничек практически собака в тревоге бегает по участку параллельно у нас происходят происходят активные работы по проведению электричество в дом во всем во всем доме все пилят сверлят люди ну в общем какой-то ужас короче вот так вот с кухни демонтировали мойку для того чтобы ввести туда трубы ну в общем везде все носят ставят и делают и вообще какой-то ужас действительно и только маленькие цветочки которые притаились под елочкой около бани и во всем этом ужасе радует мой глаз ну вот еще пару часов назад тут была кухня теперь ничего нет но зато скоро вот здесь войдут новые трубы да по сравнению с масштабами вот этими все что было до этого кажется цветочками вот он тихий уголок можно здесь чуть-чуть посидеть правда в данной ситуации посидеть перекликается с посидеть это какой-то кошмар ну вот мы видим с вами следующий этап уже закрепили оборудование здесь такие грибочки вентиляционные которые будут выходить над поверхностью земли надо будет их вокруг цветами декорировать вот вот как раз две секции про которые я вам говорила наверное это они вот сам соответственно септик гортензию тоже присыпали ладно откопаем надеюсь он от этого не очень пострадает так и что у нас тут дальше и в кессоне тоже разместили уже все оборудование вот уже труба подведена вот это будет сверху такой крантик выходить а нижний вход это будет в дом ну и поскольку у меня в доме полный переворот участок весь тоже пойду я для успокоения нервной системы покопаюсь немножко в остатках своего сада только зона вдоль забора не страдает поэтому именно здесь я и работаю знаете вот как ручной труд я же дизайнер украшения когда собираешь украшения это очень такой медитативный процесс собираешь думаешь творишь так мечтаешь вот работы в саду тоже садишься на табуреточки чуть себе обрезаешь собираешь свои мысли думы в общем пойду-ка я расслаблюсь около кустов со смородиной в результате трудовой релаксирующей деятельности стал образовываться куст смородины вот старые ветки вот эти вот все видите которые вот с такими вот крюками сучьями я обрезала частично даже обрезал уже и новые ветки вот видите сверху и посмотрите есть ветки вот они вроде новые выросшие но посмотрите как много на них вот этих почек с клещами я решила что я ее перекушу прямо вот в этих местах вот чтобы эти почки с клещами остались уже не со мной я думаю что она даст новые ветки вот из этих почек которые просыпаются и на следующий год надеюсь что мы из этого куста получим смородину ну а чтобы это увидеть не забудьте подписаться на канал и следить за моими выпусками вечерело колодцы зарыли еще прорыли вот такой траншеи уже ее даже закопали вывод в канаву забора собака уже вообще вся на нервах до скоро все закончится малыш ты пойдешь домой до кушать и спать здесь еще идут такие верхолазные работы мне сверху видно все ты так и знай наступил вечер сейчас девять часов все работы почти закончены и очень вовремя полил сильный сильный дождь и разбежали по домам я спряталась в домике с инвентарем наверное сейчас меня потеряю спасибо природе что дала нам почти закончить на сегодня вот если это планет а вот так вот у нас в доме еще и темно и дождь идет какой-то ужас как мне во всем этом разобраться еще надо ужином всех накормить господи стемнело все наконец разъезжаются но при этом произошла еще одна непредвиденная ситуация у нас во всем товариществе отключили электричество поэтому мы еще при всем при этом прогул погрузились во мрак вот и вы видели какой дурдом у меня внутри дома творится и сейчас нужно каким-то образом мне всех накормить и спать уложить зато пораньше ляжем сегодня ну и завтра продолжим работы затопила печь вот только разгорается я с утра замариновала шашлык я же не знала что будет такой дурдом вот а поскольку дом охладился уже к вечеру двери все время были открыты надо подтопить дом ну и заодно мы сейчас на этом пожарим шашлык на печке ну и пока муж и мальчики провожают строителей я при свете фонарика есть фонарик хочу поговорить с вами конечно сегодня был адский тяжелый день и он еще не закончился и может быть кто-то из вас скажет что я сумасшедшая что я бедняжка и что я нахожусь таких условиях но я конечно бедняжка это тяжело все это несомненно но на самом деле это знаете ну как радость обновление радость вершине ведь все устаканится и зато у нас будет все свое свой дом свое хозяйство об этом вот этот процесс который происходит это такое сплочение единения и это же классно что мы умудряемся в этой ситуации не ругаться я не рыдаю круглосуточно как можно было бы на подумать и наоборот мы с мужем стараемся поддерживать друг друга хвалите за какие-то достижения в течение дня и так делаем друг другу стоп поцеловаться где-нибудь и обнять лишний раз для того чтобы все вместе преодолеть потому что конечно когда ты преодолеваешь вместе но это совсем другое ощущение когда ты понимаешь ради чего какая у тебя цель и почему ты к этому стремишься то все вместе это настолько сплачивает и я просто счастлива что мой младший сын находясь вместе с нами но постигает школу жизни которую он не постигнет нигде и никогда и это останется с ним навсегда вот воспоминание как мы сами строили наш дом это бесценно это нельзя сравнить с проживанием в городе с тем опытом который человек получает там сколько всего в своей жизни я приобрела благодаря тому что я провела массу времени на дачах моих бабушек в детстве и конечно в таком строительстве никогда не участвовал тем более возрастом 16 лет как мой сын но все что я умею какие-то навыки там садоводство огородничество рукоделия какие-то бытовые да вот навыки это все от моих бабушек от моей мамы и от того что я участвовал активно в жизни своей семьи поэтому то что у моего сына есть возможность трудиться это бесценное только ради этого стоило переезжать за город вот поэтому но несмотря на трудности я очень счастлива я уверена что пройдет еще месяц и вы просто не узнаете нашу дачу так что оставайтесь с нами на канале смотрите как все преображается заряжайтесь нашим позитивом и мы никакие не бедняжки поэтому не надо мне писать в комментариях что мы тут сумасшедшие у нас что-то случилось у нас сознательный выбор мы специально это сделали и мы строим наш дом наступило утро утро опять в саду иди ко мне иди сюда наступило утро встречаемся в саду ночью но наступило утро ночь была веселенькая электричество дали часа в четыре только утра вот мы тем не менее умудрились и поесть и спать и лечь вот сегодня электричество включили оказалось что это вчера в какую-то подстанцию тут местную прям ударила две молнии поэтому отключился вообще практически весь район вот но не суть сегодня я решила позаботиться о растениях которым и так тяжело в данных условиях вот и посмотрела с утра видео вот хочу начать с куста гортензии значит для того чтобы гортензии воспринимали хорошо удобрения им нужно обязательно подкислять почву подкислять почву будем сегодня лимонной кислотой можно также использовать винный уксус это я не сама такая умная увидела у умных людей видео подкисляем почву у гортензии потому что в противном случае все полезные вещества которые мы будем туда опускать они ни о чем для гортензии да это все равно что просто поливать землю у меня лимонная кислота 2 столовые ложки на ведро воды и вот это ведро мы выливаем под куст гортензии ну соответственно нужно растворить хорошенько и далее завтра я планирую подкармливать гортензию марганцовкой слабым раствором марганцовки он должен быть такой чуть-чуть розовенький то есть марганцовку разводим сначала в отдельной баночке и потом на ведро воды делаем чуть розовый раствор что нам дает марганцовка у гортензии пока с вами говорил тут у меня размешалось давайте будем поливать но это у меня тут вкус гортензии которому наверное но мне кажется лет 10 он уже был на даче когда мы его ее приобрели я его обрезала к сожалению весной вы знаете что осенью меня тут не было вот но тем не менее он обычно очень хорошо цветет цветет он достаточно так сильно бурно но это белая такая гортензия шапками и обычно у нее вот такой высоты ветки и эти шапки так все наклоняются и падают у них получается такие ножки дать как мультик у одуванчика такая такие толстые щелки это стебелек это про мою гортензию так вот чтобы этого не происходило мы будем укреплять ее в течение мая месяца три раза марганцовка это я тоже высмотрела марганцовка укрепляет древесину гортензии питают ее калием и дает ли питательные вещества за счет укрепления древесины которые не дадут головкам тяжелым быть на тонких стеблях вот ну а сейчас мы ее вот закислили для того чтобы она хорошо восприняла раствор марганцовки завтра и так подкислять почву гортензии мы будем раз в две недели и в течение мая три раза удобрим ее раствором марганцовки слабый раствор марганцовки ведро на куст гортензии независимости от того какого он размера хочу вам показать как поживают сливы которые мы выкопали при открывании ворот для проезда машин для прокопки скважины многие переживали за эти сливы большое спасибо что вы мне написали ваши советы и вот следуя советам моих зрителей я делаю следующее значит вот эта слива она у нас разветвилась видите на каком-то этапе у нее пошли два ствола мы и сейчас пересадили на новое место но более солнечное надеюсь что здесь ей будет гораздо лучше и некоторые советовали обрезать эту ветку замазать ее варом и оставить вот одну потому что если продолжать выращивать так то когда дерево станет большим здесь может произойти разлом трещина нагнивание и мы можем потерять дерево я совершенно согласна с этими комментаторами огромное спасибо еще раз но был полезный совет по моему от одного мужчины к сожалению я не помню как его зовут но огромные ему слова благодарности в общем он мне предложил сделать следующее эту ветку отогнуть на угол 45 градусов привязать снизу кирпич что я сейчас и собираюсь сделать да и оставить ее вот в таком состоянии ну я думаю что вот 45 градусов это наверно вот так вот и вот так вот мы ее оставим для того чтобы основным стволом стала вот эта ветка то есть сейчас я еще поставлю сюда пруд привяжу дерево чтобы она вот так выпрямилась а эта ветка уйдет в сторону при этом эту ветку я подрежу чтобы она стала покороче обработанную варом тоже сейчас и здесь не посоветовали убрать высоту ну типа плодовые деревья должны быть такие чтобы рукой ты тянулся и снял сливу вот это мы будем стремиться поэтому обрежу на высоту моей вытянутой руки вот так и будем выращивать еще у нас здесь несколько веточек сломилась я думаю что вот эту тоже я вот так обрежу и далее буду формировать чашей как опять же меня посоветовали но я еще не изучила как это вот поэтому будем ждать как слива отреагирует на наши положительные изменения и вот перед вами вторая слива из всех двух что у меня есть которые тоже пересадили для того чтобы проехала машина и здесь я вам задавала вопрос что вот это такое на ней выросло но видите совершенно другой структуры ну кто не видел этот выпуск расскажу еще раз то есть от основного ствола пошло разветвление и пошла вот такая вот какая-то они ветка другого цвета при этом мы видим что привой был сделан вот здесь и культурное здоровое дерево у нас идет вот здесь и соответственно вот эта выросшая поросль это дичка и вы подтвердили мои сомнения ну я не знала так это или нет вас прошло совета вот вы их развеяли мои сомнения поэтому сейчас мы эту дичку отпилим замажем варом место среза и тоже я пересаживаю ее в другое место вот яма мы предварительно сделали метр на метр глубиной метр это мы ее уже засыпали грунта я смешала торф с универсальным грунтом и добавила туда сезонные удобрения различные которые мне посоветовали в магазине в общем пилим давай помощник выходят на сцену начинает пилить главное не сломай основное дерево пожалуйста ну вот отпилили место спила обработаю варом для того чтобы вредители гниль всякая туда не попала не знаю так ли вы обрабатываете варом я если честно первый раз жизни это делаю вот тут еще повредилась кора в процессе распила нечаянно помощника рука дрогнула тоже вот это замажу ну и теперь я думаю что вот на такую глубину мы ее и посадим оказалось что у меня есть два очень даже неплохих куста смородины вот один на который был такой старый весь заросшие ну вообще казалось что из него уже никогда ничего не получится еще при этом он был весь больной в результате обработки посмотрите какой организовался у нас симпатичный кустик один и второй и рядом с ними тоже был старый куст кружевника который я также обрезала оставила молодые ветки расчистила приствольный круг и вот так теперь выглядит мой огород но здесь лук суворова яблоня малина еще одна смородина которую тоже я оставила ветку молодую выросшую на старом стволе и вот здесь теперь слива так что несмотря на то что если посмотреть в другую сторону там вот такое вот то а с этой стороны здесь рабочие инструменты у меня сложны то с этой стороны уже так все культурненько и как-то радует мой глаз вот так что в одну линию у меня расположилась вот там вот сосенка растет слива яблоня и соответственно вот смородина кружевник и наверное где-то здесь вот я сейчас посажу кабачки потому что с теми работами что ведутся больше пока сажать негде и теперь я хочу удобрить смородину делать я это буду вот карбамином то бишь мочевина это азотное удобрение который надо вносить весной именно в тот момент когда завязываются бутоны и это будет способствовать росту растения и плодоношению на ведро воды берется спичечный коробок но во всяком случае такая дозировка была написана на моей упаковке растворяется в ведре воды и выливается под каждый куст вот такая пропорция перемешиваем и поливаем ну на этой позитивной ноте поливки и ухода за растениями хочу завершить сегодняшний выпуск не забудьте подписаться на канал потому что мне очень не хватает ваших советов вот я читаю все комментарии по мере возможности стараюсь на какую-то часть из них отвечаю сейчас реально просто не успеваю отвечать на все комментарии поэтому приношу свои извинения но я стараюсь их все все читать и поэтому мне очень важны ваши советы ваше мнение ну и надеюсь что от меня вы тоже получаете что-то полезное доброе светлое и позитивное вот поэтому до встречи в новых выпусках ваш ташмуляр пока пока и все будет хорошо ваше мнение и и Субтитры создавал DimaTorzok